Всевышний сказал, «Стремитесь к прощению от вашего Господа и раю, ширина которого подобна ширине небес и земли. Это ширина рая. Тогда какой же будет его длина?» В Муснаде имама Ахмада приводится, «Поистине в раю есть сто ступеней. Если бы все создания поместились в одну из них, она охватила бы их всех. Если человеку, который займёт самую низкую ступень в раю, будет даровано подобное этому миру, и ещё десять его подобий, так каким же будет положение других?» Приводится, что посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха ему и его семье, сказал, «Поистине, обитатели рая будут видеть обитателей комнат рая над ними, подобно тому, как вы видите яркие звёзды, и это из-за их превосходства над ними». Тогда люди сказали, «О посланник Аллаха, этой степени удостоятся лишь пророки?» На что он ответил, «Нет, клянусь тем, в чьи дла не моя душа, эта обитель уготована для тех, кто уверовал в Аллаха и счёл истиной то, с чем пришли посланники. Эти райские сады превосходят друг друга. Как сказал Аллах, свят он и превыше всего, а тем, кто явится к нему, будучи верующим, совершив праведные деяния, уготованы высшие ступени. Ещё в них есть степени ниже, чем те, что над ними. Как об этом упомянул Аллах, свят он. Тем же, которые боялись предстать перед своим Господом, уготовано два сада. А перед теми двумя есть ещё два сада. Райские сады находятся одни поверх других, но далеко друг от друга. Расстояние между каждой из степеней подобно расстоянию между небом и землёй. Абдур-Рахман ибн Зайид ибн Ассалям сказал, «Степени обитателей ада спускаются вниз, а степени обитателей рая поднимаются вверх». Да, высота степеней зависит от того, насколько человек запасся добродетелью. Если так, то сколько же степеней рая? Я скажу, что наиболее правильное мнение, что степеней рая много, и не пришло ограничений на их количество. Пророк, мир и мой благословение Аллаха, сказал, «В раю есть сто степеней, которые Аллах уготовил для тех, кто сражался на его пути. Расстояние между каждой из степенью подобно расстоянию между небом и землёй». Когда ты размышляешь над этим удивительным хадисом, ты осознаёшь огромную площадь рая. Пророк, мир и мой благословение Аллаха, сказал, «Знавшему Коран будет сказано в судный день, читай и возвышайся, читай нараспев так, как читал ты в земной жизни. Воистину твое место в раю будет там, где прочтёшь ты последний аят». В другой версии говорится, он будет читать и подниматься за каждый прочтённый аят на одну степень, пока не прочитает последний аят, который он знает. Проверявший эту книгу учёный говорит, это явно указывает на то, что степеней рая больше, чем сто. Несмотря на большое количество райских садов и отсутствие знания насчёт их точного количества, они сводятся к двум видам. Два сада из золота вместе со всем тем, что в них есть. Эти два сада предназначены только для приближенных, и два сада из серебра, включая всё, что в них есть. Эти два сада для людей правой стороны. Пророк мир и благословение Аллаха ему и его семье сказал, «Два сада из серебра, в которых сосуды и всё остальное будет из серебра, и два из золота, в которых сосуды и всё остальное из золота». Обитатели рая будут превосходить друг друга в зависимости от тех мест, которые они в нём займут. Дахак сказал, «Положение одних из них будет лучше других. Он будет видеть того, кто ниже его по степени, но не будет видеть, что кому-либо из людей отдано предпочтение над ним». Самые высшие степени рая предназначены для пророков, а самый лучший из пророков — это Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха. В хадисе приводится, «Просите у Аллаха для меня аль-уасиля. Поистине, это особое место в раю, предназначенное только для одного из рабов Аллаха. Надеюсь, что им стану я». О Аллах! Значит, это особое место в раю предназначено для пророка, мир ему и благословения Аллаха. Ибн Таймия, да смилостивится над ним Аллах, сказал, «Высокие степени в раю достигаются только через испытания. Приветствии тем, кто подвергся испытаниям в этом мире, и радостная весть вам о высших степенях, если вы проявите терпение и будете надеяться на награду от Аллаха». Ибн Раджаб сказал, «Выстаивание ночи в молитвах позволяет получить высокие степени». Аллах, свят он и превыше всего, сказал, «Бодрствуй часть ночи, читая Коран во время дополнительных намазов. Быть может, Господь твой возведет тебя на достохвальное место. Просим Аллаха, чтобы Он даровал нам и Свои милости и щедрости». Субтитры создавал DimaTorzok